Здравствуйте! Последнее время часто задаются вопросы, как перевести рисунок на ткань. Сегодня мы с вами рассмотрим, как можно перевести наши любимые фотографии на ткань и сделать из этого замечательное панно. В период отпусков у нас появляется множество красивых и интересных фотографий с отдыха. Я решила выбрать для себя панно в морском стиле. Также у нас будет много детских и семейных фотографий. Для этого я буду использовать фототкань термоклеевую. Панель из тканей для пэтчворка, декоративные элементы, раскроенные инструменты, дополнительные лоскутки ткани для рамочек, линейка для пэтчворка специальная, также набор некоторых лапок и устройств для декоративных и основных строчек. Гость нашего видео это фототкань. Фототкань бывает у Авроры четырех видов. Это термоклеевая, самоклеющийся хлопок, самоклеющийся холст и фототкань пришивная. Они отличаются по текстуре, по толщине, по своей структуре и немножко по внешнему виду. Хлопок самоклеющийся и термоклеевой, они более белые, тоненькие. Холст. Он имеет более винтажный вид и его можно использовать для каких-то старинных фотографий. И без клеевой основы фототкань, которую нужно притачивать. Для того, чтобы распечатать изображение на этой фототкани, вам нужен струйный принтер. После того, как вы распечатываете ваше изображение, фотографию, картинку, необходимо дать ткани высохнуть минут 15. А далее следовать по инструкции для каждого отдельного вида. Попробуйте угадать, какое изображение распечатано на фототкани, а какое на бумаге для печати фотографий. Вот это изображение распечатано на фототкани. Я использую в своей работе термоклеевую фототкань. Это очень удобно. Вы можете вырезать любое изображение в любой форме, не обязательно прямоугольник. Прогладить утюгом и ваше изображение уже на ткани. Что удобно с ней, это то, что вы можете стирать эту вещь, но при 30 градусах, при щадящей стирке, желательно на руках. Но желательно не допускать прямых солнечных лучей. Размер панели для пэтчворка, который я буду использовать, составляет 60 сантиметров на метр 10. Но использовать я буду только вот эту часть. Рисунок моей панели позволяет проявить мне креативность и использовать объекты этого рисунка в качестве дополнительных фоторамок. То есть, например, дверцу можно использовать как место для фотографий. Вот здесь окошечко очень подходит для фотографий. Сюда можно вместить какие-то мелкие детали или тоже какие-то фотографии. Также я буду использовать дополнительные лоскутки ткани, чтобы задекорировать эти места. Выберите для себя удобные, наиболее подходящие размеры для этих мест. А также цвета тканей и разместите и вырежьте подходящие лоскутки. Перед тем, как распечатывать фотографии на фототканей на струйном принтере, сделайте необходимые вам замеры. И разместите все фотографии именно в тех размерах, которые вам понадобятся. Хочу отметить, что для разных видов тканей, для разных видов изделий используйте разные раскроенные ножи. Фототкань я буду резать одним ножом, а простую ткань другим ножом. Не забывайте, что у нас здесь идет бумага, клеевой слой и сама ткань. И лучше поберечь лезвие и использовать либо разные лезвия, либо разные ножи. Аккуратно вырезаем по контуру все фотографии. Аккуратно вырезаем по контуру все фотографии. Я вырезала все фотографии по контуру. Теперь я хочу вырезать лоскутки для рамочек. Я для основной фотографии возьму рамочку на сантиметр шире. Чтобы сделать это быстро и легко, я просто приложу фотографию к ткани и вырежу ее. Примерно сантиметр. Сильно точно мерить тоже не обязательно, потому что у вас могут быть абсолютно разные формы. У меня, например, несколько фотографий будут размещаться в облаках. И так же поступаем с остальными лоскутками. Чтобы вырезать маленькую фотографию в шестиугольник, я буду использовать специальную линейку для пэтчворка. Соединяете подходящий размер с гранями фотографии. Не страшно, если у вас где-то что-то выходит за грани или чего-то не хватает. Пусть даже линии будут немного кривоваты. Это может даже придать дополнительный шарм конечному изделию. Тем более мы будем использовать с вами декоративные строчки. Я вырезала все фотографии по размеру и подкорректировала свои рамочки. Вот такая красота уже получается. Следующим этапом мы будем их приглаживать. Для этого вам надо будет снять защитный бумажный слой. Приложить фотографию к ткани. И проутюжить через какую-нибудь тоненькую ткань или марлю. Также утюг нам понадобится для того, чтобы приклеить двусторонний клеевой наполнитель к нашему заднику и нашему верху. Его очень удобно использовать, когда у вас многослойные изделия. Когда у вас много декоративных строчек и элементов вышивки. Чтобы ткань не сижала, не ерзала, не бугрилась и не образовывала какие-то пузыри. Расскажу немного о том, как я краю наполнитель. Для этого я использую отдельные ножницы с повышенным углом наклона. Они позволяют переместить напряжение с кисти на лезвие и на этот угол. Благодаря им можно не отрывать руку от поверхности стола и максимально удобно, легко, без напряжения кроить. Например, сейчас я краю два слоя наполнителя объемного и мне не составляет это труда. Поверхность лезвия равномерно острая, что позволяет кроить и кончиком, и центром лезвия. Давайте попробуем раскроить тот наполнитель, который буду использовать сегодня я. Это двухсторонний клеевой наполнитель. Он более плотный, но его также легко можно резать. Я прогладила верх и низ нашего изделия. Пригладила его к двустороннему клеевому наполнителю. Я оставила нижний слой ткани шире, чтобы сделать потом окантовку наверх. Вот таким вот образом. Теперь будем раскладывать наши фотографии так, как вам нравится. Благодаря этому вы можете создавать невероятные коллажи с теми фотографиями, с теми картинками, в любом порядке, в любом расположении. Вот так будет выглядеть конечный результат. Только еще добавятся декоративные строчки по краю. Использовать я буду двойную иглу и различные декоративные строчки, которые имеются на моей машинке. Декоративные строчки я буду делать с помощью двойной иглы шмец. Обратите внимание, что ниточки у нас заправлены по-разному. Одна ниточка идет в направитель ниточки, вторая свободна, чтобы ниточки не путались. Для декоративных строчек пришивания наших лоскутков я буду использовать лапку для пришивания аппликаций. Она прозрачная, имеет выемку в центре и с помощью нее будет удобно вести ровно по центру наши лоскутки и пришивать их. Свой лоскуток я приколола булавочками. Не затрагивайте фототкань, потому что на ней могут остаться следы. Перед использованием двойной иглы обязательно проверьте, подходит ли ваша игольная пластина к данной игле, подходит ли отверстие. Какая строчка подойдет к той ширине игл, которую вы используете. Иглы не должны касаться игольной пластины, чтобы они не сломались и в принципе вы могли шить. Обязательно проверяйте и смотрите важные указания на этикетке для игл. Я также перед началом вручную пропущу несколько строчек и проверю, не касаются ли иглы игольной пластины, чтобы мои иголочки не сломались. И все получилось красиво. Дальше можно пришивать уже с помощью педали. Чтобы повернуть наше изделие необходимо поднять иглы, потому что с иглами мы не можем повернуть изделие. Я поднимаю лапку, поворачиваю свой квилт. Чтобы на обратной стороне у меня не получилось узлов, я немножко оттяну на себя ниточки. Опущу лапку и буду дальше пристрачивать. На лицевой части у нас остались ниточки. Давайте выправим их на обратную сторону, завяжем в узелки и спрячем внутрь нашего квилта. Я завязала узелки и теперь возле этой ниточки пропускаю под стежками и вывожу наружу. Здесь уже ее можно отрезать, не боясь, что какая-то строчка распустится. Так же делаем с остальными ниточками. Для более долгой службы моего панно я пристрочу фотографию к лоскутку. Использовать я буду такую же строчку, но теперь одну иглу и один цвет нити. Вы можете делать, как вы пожелаете, на вашу фантазию и креативность. Когда вы шьете одну иглу, вам будет проще повернуть квилт. Для этого просто оставьте иглу в ткани, поверните, опустите лапку и строчите дальше. Эту фотографию я буду пришивать сразу и фотографию, и лоскуток к нашей основе. Еще раз повторюсь, не забывайте проверять, подходит ли выбранная вами декоративная строчка для этой иглы. Здесь ниточки я поменяла, теперь у меня лазурного цвета и красная. Давайте посмотрим, что получится. На мой взгляд, получилась очень стильная и яркая рамочка для фотографии. Продолжим с остальными. Чтобы сделать мое панно более веселым, я использую абсолютно разные подходящие и неподходящие друг к другу ниточки. И различные декоративные строчки. И посмотрим, что в итоге из этого получится. Не обязательно, чтобы каждая строчка у вас шла очень ровно. Как я уже говорила, у меня будет веселое панно. И строчка может находить сама на себя. То есть вот здесь, например, я ушла слишком далеко и подстроюсь так, чтобы идти сверху пониже. Здесь я также делаю одну строчку, потому что у меня небольшая рамочка, и я могу захватить сразу и фотографию, и основу. Посмотрите, как здорово получилось. Вы еще можете немножко сделать бахрому для придания воздушности нашей фотографии. Сейчас я буду захватывать самый край лоскутка, чтобы потом внутренняя строчка смотрелась гармонично. Для внутренней рамочки я взяла более светлые ниточки и выбрала строчку средний зигзаг. Так как я сейчас шью одну иглу, я могу не вынимать ее из ткани, когда поворачиваю гилд. Самыми сложными элементами будут облака. Их я буду пришивать одной иглой и где-то средним зигзагом, чтобы у меня хорошо пришилась ткань к основе. Буду делать это очень медленно. Такие моменты, когда у меня идет волна облака, я буду приподнимать лавку и аккуратно пришивать дальше. У меня получилось хорошо пришить облачко, а теперь я сделаю интересную внутреннюю строчку на рамочку. Посмотрите, как красиво получилось. Легкая воздушная строчка внутри на фотографии. Еще одним элементом моей работы будет такой шнур. Для его пришивания я буду использовать специальную лапку. У нее есть глубокая выемка. Ею можно пришивать шнуры толщиной 5 мм, либо бисер, либо даже стразы. Но главное, чтобы они были не более 5 мм. Давайте посмотрим, как у нас получится. Для пришивания шнура я буду использовать самую широкую строчку зигзаг и самую длинную строчку на моей машинке. Пришивать ее буду произвольно, как получится. Субтитры создал DimaTorzok Думаю этого будет достаточно. Весьма интересный такой штрих. Закреплять шнур мы будем вручную, эту ниточку мы выправим назад, захватив шнур и там завяжем вручную, а его длину мы пустим немножко в окантовку, чтобы он спрятался и у нас нигде потом не вылез, и чтобы у нас не торчали некрасивые концы. Так сделаем с обеих сторон. Для пришивания тесьмы я буду использовать специальную лапку для пришивания тесьмы. У нее есть отверстие шириной 5 мм, в которое можно будет вставить нашу тесемочку и она будет идти под правильным направлением, не смещаться и ровно пришиваться. Устанавливаем лапку в машину, выбираем строчку зигзаг, подходящую под шириной вашей ленты, заводите ниточку внутрь лапки, внутрь отверстия и начинаем пришивать. Я буду пришивать эти концы тесьмы внахлёст, чтобы получились небольшие рожки. Будет весьма интересный эффект. прорезаем лишние кончики снизу, выправляем все торчащие ниточки на обратную сторону и закрепляем их внутрь колта. Вот такой получилась одна крыша. Вторую крышу я буду обрабатывать с помощью лапки для пришивания тонких шнуров. У нее есть 5 отверстий, то есть вы можете пришивать 3, 2 или 5 шнуров. Я буду использовать вот такие золотые и давайте посмотрим, что получится. Нам надо вставить в каждое отверстие по шнуру. Я вставила все шнуры, установила лапку в машинку. Чтобы закрепить шнуры, я выбрала самую короткую строчку, а дальше уже выберу самую широкую. Ширина зигзага 5 мм. Играет губки! Санкт-Петербурга Вот так у нас получилась вторая крыша. Здесь также шнуры можно обрезать, они у нас закреплены, с ними ничего не случится. Ниточки выправляем назад и закрепляем внутрь квилта. Сейчас я хочу сделать стежку на своем квилте, это будет свободноходовая стежка. Буду делать с помощью специальной лапки для свободноходовой стежки и буду использовать перчатки для квилтинга. С ними будет очень удобно, чтобы ткань не скользила, они прочно держат ее и будет легко ее двигать. Вставляем наш квилт, нам необходимо нижнюю ниточку вытащить наверх, делается это легко. И примерно в том же месте начинаем нашу стежку. Вот такое объемное облако у меня получилось. Я буду обрабатывать также другие облака и немного песка. После того, как вы закончили декор, давайте обработаем края нашего изделия. Я буду делать это нижней стороной своего сэндвича и буду закладывать на лицевую сторону вот такой кант. Буду закалывать его булавками и сейчас я покажу вам, как я сделаю уголок. Сначала складываем эту часть сюда под углом 90 градусов, потом складываем пополам этот край и сюда заводим уголок. Вот таким красивым он получится. Закалываем все слои и так же поступаем с остальными уголками. Для перешивания окантовки я буду использовать двойную иглу, два цвета ниточек, не забывайте правильно заправлять. И декоративную строчку. Еще раз повторюсь, не забывайте проверять, подходит ли эта декоративная строчка к вашей игле и машине. Начинаем. Когда подходите к углу, придерживайте его иголочкой или булавочкой. Поворачивать нужно очень аккуратно, так как мы не можем оставить две иглы в ткани. Придерживайте и аккуратно поворачивайте ваш квилт. При необходимости подтяните ниточки наверх, снизу и продолжайте строчить. Вот такие красивые уголки у нас получились и нежная строчка придает дополнительный шарм. Последним штрихом моего квилта будут декоративные пуговички. Вот такую красоту у нас сегодня получилось с вами сотворить. Вы можете запечатлеть абсолютно любые фотографии, которые вам дороги и очень интересные фотографии, либо какие-то исторические. Выбрать абсолютно любой стиль, потому что подобных панелей в тканях для петчворка очень много. Так как у меня тема отпуска, я создала такой пляжный красивый стиль. Не забывайте добавлять декоративные элементы, что-то интересное, возможно необычное конкретно для этого квилта. Это добавит интереса, яркости и больше впечатлений. Особое внимание хотелось бы уделить ниточкам Мадейра. Они обладают большим ассортиментом швейных, вышивальных и декоративных нитей. Например, в своей работе я использовала ниточки для вышивки район, в местах стежки, декоративные золотые и серебряные нити, там где пришивала шнуры к крыше одного из домиков. Ко второму домику я пришивала ленточки карат. Они тоже имеют разную структуру. Они полые, вы можете вставить туда толстый шнур или, например, в какую-то шерстяную пряжу и у вас получится шнурок. Эти нитки спокойно можно использовать в детских вещах, игрушках, одежде, потому что они имеют экологические сертификаты, у них очень качественные краски, которые не навредят вашему ребенку, даже если он пожует их. Сегодня мы с вами нашли замечательный способ сделать красивое украшение для дома, сохранить на долгое время ваши самые дорогие фотографии, а также сделать интересный и универсальный подарок. Используйте вашу фантазию на все 100%, делитесь вашими работами с хэштегом Саврора Шити, вы увидите ваши фотографии на нашем аккаунте в инстаграме. Субтитры создавал DimaTorzok